Всем привет! С вами ДК и сегодня расскажу вам, что такое лепестковый захват. Тактика лепесткового захвата, как ни странно, чаще используется в защите, но все же и называется она лепестковый захват. Что же это за тактика? Во-первых, нам нужно выбрать класс легкого ассоута, легкий ассоут. Во-вторых, у нас должен быть прокачан дрифтер джампджет, то есть реактивная разница для дрифта. Почему именно он? Потому что он позволяет очень легко маневрировать. То есть он плохо дает вертикальную тягу, но по горизонтали мы очень быстро можем куда-то летать. Допустим, вот точка, вот здесь где гора находятся противники и вот здесь точка А. Если мы идем в лоб, пытаемся выйти, еще что-то, здесь куча танков, они нас пристреливают, снайпера и ничего с этого вопроса не получается. Мы слышим команду. Готовимся к лепестковому захвату на точку А. В данном случае на точку мою синюю. Мы все собираемся возле командира. По команде выбегаем на лепесток. Вот эта часть называется лепесток, поэтому и называется лепестковый захват. Лепестковый захват тактика называется из-за того, что она применяется с лепестков, то есть с платформ, на которых выполняются патроны для авиации. Но выполнять эту тактику можно с любой высоты или даже с нашего грома, когда это именно нападение идет. Еще один плюс этого реактивного ранца, дрифт, джамп или как он там, на нем можно очень далеко улететь. Смотрите, вот мы ставим точку на нашу базу и вылетаем в противоположном направлении. Давайте замерим даже, интересно сколько там. Смотрите, мы улетели на 390 метров. На таком расстоянии гексы бывают друг от друга. То есть мы не то что можем за спину улететь, мы можем улететь на соседний гекс, взять технику и пригнать ее со спины. Это реально очень крутой плюс у этого джетпака. Вот, собственно и все. Всем спасибо, что были со мной, слушали меня. С вами был ДК, удачи и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok